Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. О событиях среды 4 декабря вам расскажут мои коллеги и я, Инга Габешия. Как найти и не потеряться самому? Отряд Лиза Алерт провел в Сочи мастер-класс по поиску людей. Сочинцы отправят посылки в Донецк и Луганск. Новогодние подарки собирает Красный Крест. Канализационные сбросы становятся полезными гранулами. В Адлере начал работать комплекс сушки илового осадка. Театр в профилактических целях. Сочинским школьникам показали спектакль в рамках программы «Антинарка». Их призвание – помогать тем, кто больше всего в этом нуждается. Тысячи волонтеров из разных уголков мира собрались в эти дни в Сочи. В Олимпийском парке проходит Международный форум добровольцев. Многочисленная делегация представляет Кубань. Перед торжественной церемонией открытия с волонтерами встретился глава региона. Позже со сцены Вениамин Кондратьев и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко поприветствовали участников форума. То, что вы делаете, спасая жизни, находя пропавших детей, пропавших людей, а только волонтерские организации спасли в этом году более 18 тысяч человек в нашей стране. Это, наверное, самое главное, потому что вот это стремление помогать, стремление поддержать того, кто нуждается в помощи, отдать не только свой труд или какие-то материальные возможности, отдать гораздо более ценное, отдать частичку своей души. Сегодня в Сочи, особенно, наверное, в этом зале, самая большая концентрация добра и улыбок. И очень-очень такая мощная энергетика в этом зале. Вы ее ощущаете? Я рад, что форум добровольцев снова вернулся в Сочи. Этот пятый юбилейный форум мы можем отметить вместе. Ведь вы, добровольцы, удивительные люди. Думаю, что в каждом регионе вы можете заметить, что ряды волонтеров становятся все больше. Людей разных по возрасту, по национальности, по берегу. Это говорит о том, что у добровольчества нет границ. Я благодарен каждому из вас за вашу отзывчивость, неравнодушие. Для каждого из вас добровольчество – это навсегда. Это путь, с которого вы уже никогда в жизни не сойдете. В первый день работы форума подвели итоги конкурса «Доброволец России». В номинации «Лучший волонтерский центр» выиграл проект Краснодарского края. Первое место занял ресурсный центр волонтерства Сочинского госуниверситета. Прибывшие в Сочи волонтеры не просто участвуют в заседаниях. В Кавказском заповеднике отряд добровольцев «Лиза Алерт» провел мастер-класс по поиску потерявшихся людей. Около 150 активистов побывали на кордоне «Лаура» в Красной Поляне. Демонстрационный показ отряд «Лиза Алерт» проводит только раз в год во время форума добровольцев. Инструкторы рассказали, как пользоваться средствами связи и навигации, как проходит поиск человека в лесу и какие подсказки нужно искать на местности. Группы добровольцев не были сторонними наблюдателями. Вместе они искали следы и нашли условно потерявшегося человека. В мастер-классе также приняли участие Южный конно-кинологический центр и кинологи МЧС. Как рассказал координатор организации Олег Леонов, только в нынешнем году отряд «Лиза Алерт» провел около 20 тысяч поисков. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Но залог успешной работы – подготовленность тех, кто вызвался прийти на помощь. Мастер-классом поискового отряда заинтересовались не только российские добровольцы, но и иностранцы. Среди тех, кто приехал на кордон «Лаура» посмотреть на работу поисковиков, были представители Великобритании, Хорватии, Австрии и Саудовской Аравии. А руководство Кавказского заповедника запланировало с волонтерами совместные учения. Сочинцы отправят посылки с подарками детям в Донецк и Луганск. Акцию проводит благотворительная организация «Красный крест». Очередную акцию решили провести в преддверии новогодних праздников. Сейчас сочинское отделение «Красного креста» собирает подарки для детей Донецкой и Луганской областей. Сразу хочу сказать, что мы не принимаем. Не принимаем мы мягкие игрушки, потому что это санэпидстанция не пропускает. Не принимаем мы товары с ограниченным сроком хранения, то есть это шоколадные конфеты, это вот такое вот. Теперь, что мы принимаем? Это канцелярия в основном, это может быть какие-то пазлы, то есть вот детские такие. Это могут быть фломастеры, краски, книжки, игрушки. Первые неравнодушные уже начали приносить в «Красный крест» – книги, краски и игрушки. В благотворительной организации говорят, что уже получили массу звонков от предпринимателей, готовых оказать помощь. Мы занимаемся сбором гуманитарной помощи для детей, которые проживают на этих территориях, потому что сейчас они находятся в трудной ситуации, и как не мы, жители этого города, можем их сейчас поддержать. Поэтому обращаюсь к нашим жителям с просьбой, что поддержите. В Сочи подарки для детей Юго-Востока Украины будут принимать до 6 декабря. Их расфасуют, упакуют и отправят в Краснодар. И оттуда уже в Донецкую и Луганскую области. Желающих помочь ждут в отделении Красного Креста на улице Чебрикова. 11 школ, 8 детских садов и пристроек ввели в эксплуатацию в этом году в Краснодарском крае. Еще ряд объектов на завершающей стадии. Их должны достроить до конца года. Это более полутора тысяч дошкольных мест. О своевременном завершении строительства и капитального ремонта соцобъектов говорили на селекторном совещании в Краевой администрации. Его провела вице-губернатор Анна Менькова. На связь вышли заместители глав районов по соцвопросам и строительству. Особое внимание к муниципалитетам, где сроки ввода в эксплуатацию по инициативе местных властей переносились несколько раз. И сегодня своевременная сдача объекта под вопросом. Критично низкий процент выполнения работ в Краснодаре, Сочи, Лобинском и других районах. На особым ежедневном контроле должны быть и объекты, строящиеся на федеральные средства, отмечает Анна Менькова. В первую очередь это детские сады в Анапе, Сочи, Новороссийске, Денском районе. Так, например, под угрозой срыва ввода в эксплуатацию дошкольного учреждения в 13-м микрорайоне города Героя. Степень готовности 86%, хотя по срокам объект, который входит в нацпроект, должны сдать уже через неделю. Ведутся работы по устройству инженерных сетей. Электроснабжение заведено, и внутренние сети электроснабжения выполнены на 100%. Был составлен новый план графики. Коллеги, меня интересует, когда вы сдадите этот объект? Срок окончания строительно-монтажных работ 25 декабря. Очень поздно, коллеги, вы очень рискуете. Что с оборудованием? Оборудование, контракты заключены. Срок поставки оборудования по данному объекту 25 декабря. Если 25 числа к вам заезжает только мебель, столы, стулья, пищеблок и так далее, 25 числа, в чем я сильно, признаться честно, сомневаюсь. Это крайний срок, Анна Алексеевна. Еще раз повторяю, для Денского района, для Новороссийской, для всех других коллеги, что первое, переносы проектов, которые значатся у нас в национальных проектах, недопустимы. Второе, если вы что-то переносите, но сделайте любезность, окажите нам, дайте информацию вовремя. Пожалуйста, подготовьте письмо на имя губернатора по конкретным срокам, когда вы получаете ЗОЗ, когда вы получаете лицензию по детскому саду. Эти все сроки до конца года, коллеги. Вице-губернатор поставила задачу муниципалитетам до конца года освоить средства и ввести в эксплуатацию все детские сады и школы. В будущем году планы не менее грандиозные. По поручению губернатора Кубани в регионе должны возвести 14 школ. Обеспечение детей-сирот жильем стало еще одной темой селектора. На сегодняшний день приобретено всего 80% квартир, а годовую квоту закрыли только 23 муниципалитета. В передовиках здесь от Радненский, Кавказский и Лобинский районы. За счет экономии средств удалось выкупить дополнительно 11 квартир. Остальным районам предстоит максимально ускориться и до конца года вручить заветные ключи от своих квадратных метров детям-сиротам. Кубань в тройке лидеров по объему дотации от правительства. Краснодарский край получит из российского бюджета в следующем году 1 миллиард 462 миллиона рублей. Об этом рассказал глава региона Вениамин Кондратьев. Для нас очень ценно попасть в этот список, тем самым доказав эффективность проделанной за год работы. Одним из ключевых показателей при составлении рейтинга и распределении субсидий стала успешная реализация нацпроектов в крае. Это важная оценка нашей работы. Мы на два месяца раньше срока закончили ремонт дорог по программе «Безопасные и качественные дороги». Полностью завершили нацпроект «Культура». Кроме того, с опережением идет программа переселения из ветхого жилья, рассчитанная на два года. Полученные средства мы планируем направить на развитие экономики, социальной сферы и, конечно, реализацию национальных проектов. При распределении средств учитывались показатели уровня доверия жителей региона к президенту и руководству субъекта. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства – уровень реальной среднемесячной заработной платы. К новостям вернемся после прогноза о погоде и короткой рекламы. Не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Голосование за присвоение Сочи звания «Город воинской славы» продлено до 9 января. Вопрос вынесен на общественное обсуждение администрации Сочи. Вклад курорта в победу в Великой Отечественной войне неоценим. На перевалах главного Кавказского хребта проходило одно из крупнейших сражений. Воины знаменитой 20-й горно-стрелковой дивизии не дали прорвать фашистам линию обороны в районе Псияшха и Аишха. Город-госпиталь вернул в строй около 400 тысяч раненых солдат и офицеров. Учитывая эти и другие исторические факты, активисты Сочинского отделения Российского военно-исторического общества предложили присвоить Сочи звание «Город воинской славы». Проголосовать и оставить свой комментарий по этому вопросу могут все желающие граждане России в возрасте от 18 лет. Голосование на сайте администрации города открыто до 9 января. Сочи выходит на новый экологический уровень. На курорте уже реализуется замкнутая система обработки канализационных стоков. До недавнего времени она работала не на полную мощность. На днях на Адлежских очистных сооружениях запущен второй комплекс сушки и лового осадка. Также благодаря установке мощных дизельных генераторов на канализационных насосных станциях в Центральном районе исключен риск аварийных сбросов нечистот. С современными системами, позволяющими улучшить экообстановку города, сегодня ознакомился мэр Сочи Алексей Копайгородский. Обильные осадки раньше всегда беспокоили жителей Бочарова-Ручья. Ливневый коллектор не справлялся с объемом воды, стекающей с гор. Чтобы исключить возможные затопления, Министерством природы Краснодарского края было решено построить открытый коллектор длиной около 350 метров. Фактически он продолжит существующий, но будет шире и выше. Это позволит организовать безопасный сток воды в море. Строители уже завершают возведение одной секции, всего их будет 19. Рассчитан проект на максимальный поводок, на максимальное прохождение. То есть полностью должно быть исключено какое-либо подтопление или опасные процессы. Контракт заключен от 8 ноября 2019 года. Окончание работ 20 ноября 2020 года. Месяц подготовительной работы. Мы идем немного с опережением. Вот эта захватка, нами уже выполним ее фундамент. Мы можем так же сделать и по всей территории. Ну аналог, конечно, можно взять как объект аналог. Некоторую специфику, где больше канализирования, там какие-то очистные, где просто течет, то да, полностью с вами согласен. То есть вот подобразец взять, как они здесь все это делают, и дальше это все наложить на все остальные проблемы на нашей территории, чтобы у нас так же здесь, как здесь все получается, и так же по всему городу все процессы проходили. Что касается канализационных стоков, то с этого района, а также с других улиц они уходят по коммуникационным тоннелям на канализационно-насосные станции. Это, что находится на Ландышевой, теперь может работать бесперебойно. В случае отключения централизованного электроснабжения включается мощный дизель-генератор. А значит, случайного сброса стоков не будет. Такое же оборудование устанавливается на всех аналогичных станциях. Они перекачивают все стоки на очистные сооружения. Их в Сочи шесть. Итогом биологической очистки стоков становится иловый осадок. Ежедневно на Адлерские очистные сооружения со всех других привозят почти 70 кубометров вот такой обезвоженной массы. Здесь она высушивается до состояния гранул. Это универсальное удобрение, активно используется в сельском хозяйстве. Этот процесс проводится только на Адлерских очистных. Первый комплекс сушки илового осадка был введен в эксплуатацию перед Олимпиадой. И вот спустя пять лет, благодаря помощи мэрии, водоканалу удалось провести пусконаладочные работы и на днях запустить вторую очередь. На сегодняшний день сушка работает. Сейчас мы продемонстрируем ил, который мы собираем, с догомысских очистных сооружений, бзугинских очистных сооружений, с краснополянских очистных сооружений. Весь здесь перерабатывается из четвертого класса в пятый класс. Нами были получены лицензии на минеральное удобрение. И теперь у нас пятый класс – это минеральное удобрение, которое мы продаем на сельскохозяйственный рынок города. Аналогичную установку сушки осадков в ближайшее время запустят и на бзугинских очистных сооружениях. Кроме того, сейчас идет процесс передачи водоканалу крупных локальных очистных сооружений. Также планируется строительство новой системы канализации и новых очистных в Лазаревском районе. На границе в Сочи задержан грузовик с двойным дном. Водитель пытался провести в Россию больше тысячи блоков контрабандных сигарет. Таможенникам мужчина заявил, что машина абсолютно пустая, а сам он спешит за товаром. Но поведение водителя вызвало подозрение. Транспорт был направлен на осмотр. Выяснилось, что в грузовом отсеке оборудован тайник. После демонтажа двойного дна в скрытых полостях были обнаружены почти 12 тысяч пачек сигарет без акцизных марок. Контрабандная продукция изъята. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. К другим новостям. Театр в профилактических целях. Музыкальный спектакль «Ангел» показали сочинским школьникам в рамках городского проекта «Антинарко». Юные артисты пригласили зрителей к диалогу о современных искушениях, праздности курения и наркомании. Стихи и музыку для спектакля написала Ольга Дубровская. Член Союза композиторов России. Историю «Ангела» посмотрели ученики 44-й гимназии. На сцене развернулось повествование о борьбе за душу человека, о светлых и темных силах, о пороках, которые пытались овладеть душой девочки. Мы не можем быть равнодушными к тому, что происходит с нашей молодежью. Молодые совсем ребятки, они уже пробуют наркотики. В первую очередь, конечно, идет профилактика работы за здоровое обижение, против наркомании, против курения. Важно то, чтобы они, детки наши, знали, что хорошего больше, и оно всегда победит. Я очень хочу, чтобы как можно больше детей в нашем городе посмотрели наш спектакль и вступили в наш диалог, в диалог с этой проблемой. Главная героиня спектакля «Ангел» поддается влиянию и становится наркоманкой. В итоге ее спасает молитва «Ангелу-хранителю». В завершении спектакля к школьникам обратился священник. Отец Сергий рассказал о том, что хоть в этом мире и все возможно, но не все полезно. Привлечь внимание детей к правильному и здоровому образу жизни мы обязаны. И объяснить детям, что жизнь человека не заканчивается только его личной жизнью, а все-таки он член общества. Но если мы это все разменяем на личные удовольствия, то эти удовольствия погубят и нас, и вокруг нас других. И наше общество не будет ни сильным, ни процветающим. То есть это погибель, это крах. Удовольствие получить можно и из занятия спортом, радость, сделание добрых дел кому-то, помощи. Ты чувствуешь значимость в своей жизни тогда. Количество наркоманов постоянно растет, а средний возраст их уменьшается. Соблазны у молодежи на каждом шагу. Соглашаясь, говорят да, когда вам предлагают принять или попробовать какое-то запретное вещество, вы становитесь зависимыми. Вы начинаете быть зависимыми от этой химии, от этой грязи. В конце концов, от людей, которые распространяют эти средства. Поэтому я призываю к тому, что стоп, стоп грязи, стоп насилия, стоп дурманы. Посыл зрители уловили. Об искушениях, курении и наркомании, говорят школьники, теперь и слышать не хотят. Понял, что в жизни не надо пробовать все, запрещенное нельзя, это вредно, и это вызывает привыкание. Лучше заниматься спортом, чем пробовать наркотики. Мне очень сильно понравился этот спектакль. Он очень душевный и полезный. Не нужно ловиться на слабо, нужно избавляться от своих вредных привычек и, конечно же, вообще не начинать. Все формируется с детства. И вот эти соблазны, которые дают нам чужие компании, в которые ты входишь, те же наркотики, это все соблазны. Не нужно принимать, что-то исследовать даже, можно даже погибнуть от этого. Альтернативу для подростков, для молодого общества я вижу спорт, учеба, какие-то хобби, допустим, рисование. Со спектаклем «Ангел» коллектив Дома культуры Дагомы спланируют выступить во всех школах города. Ольга Десятого, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». 31-й фестиваль «Кинотавр» открывает прием заявок на участие. Речь идет о конкурсной программе «Полного и короткого метра». Фестиваль пройдет в Сочи с 7 по 14 июня. Основной площадкой показов, как и в предыдущие годы, станет Зимний театр. Подать заявку на участие и ознакомиться с подробностями регламента фестиваля можно на официальном сайте «Кинотавр.ру». В Сочи в честь Дня инвалида провели праздник дружбы и футбола. В нем приняли участие дети с ментальными отклонениями, юные сочинские футболисты и игроки футбольного клуба Сочи. В каждой команде дети здоровые и с особенностями развития. Матч в Сочи организовало сочинское отделение специальной Олимпиады России. Эта организация проводит спортивные турниры для лиц с ментальными отклонениями. И это не только футбольные матчи. Хочется отметить, что в городе Сочи у нас существует центр по работе с инвалидами. Сегодня в нем мы 17 видов спорта развиваем и уже сегодня занимается 164 человека. Поэтому, опять же, в День инвалида мы говорим о том, что город Сочи полностью доступен, полностью открыт. И мы продолжим работать в этом направлении. После матча организаторы устроили для ребят автографы и фотосессию с профессиональными футболистами. Пообщаться с поклонниками вышли Антон Заболотный, Никита Калугин и Эльмир Набиулин. Дети с особенностями развития, так же, как и наравне с обычными детями, которые не имеют университетных нарушений, так же увлекаются футболом и не только футболом, но и другими видами спорта. Они болеют за команды города Сочи и за национальную сборную России. Для таких ребят нужны кумиры, нужны какие-то примеры, потому что они являются вдохновлением для них. И это способствует, как я уже говорил, их реабилитации. Все, подожди-ка, я хочу, чтобы написали мне. И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й, а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютьюбе «Говорит Сочи». В студии была Инга Агабешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Новосибирск